Даркстар 1 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 Более того, в Dark Star 1 очень неплохо получается рулить даже при помощи клавиатуры и мыши, хотя хороший джойстик не помешает. За геймплей ставим 5 баллов. Сегодня возможность полетать по космосу, наслаждаясь грамотным управлением и интересными боями, дорогого стоит. Есть еще кое-что общее со старым фрилансером — это графика. Она такая же устаревшая трехлетней давности. Да еще и с некоторыми дизайнерскими проблемами. Космос слишком колоритный, кораблей на его фоне не разглядишь, станции нарисованы скучновато. Довольно всем этим будут разве что владельцы слабеньких машин. За геймплей ставим 4 балла. Об озвучке игры особо сказать нечего. Космос, огромное пространство, гробовая тишина, ненавязчивый шум двигателей. Единственные живые звуки — голоса людей из устройств связи. Выстрелы — это какие-то чахлые звуки, имитирующие космическое оружие. И, пожалуй, стоит отметить музыкальное сопровождение. В тему и без назойливости. Музыка даже меняется в зависимости от ситуации. Опять же, незаметно. За звук ставим 4 балла. Сложно однозначно оценить эту игру. Жанр геймплей — на любителя. Графика не впечатляет, но и явных недоработок нет. Скажем так, в другое время мы прошли бы мимо Dark Star 1, даже не заметив этой игры. Но сейчас мы оцениваем эту игру на твердые 4 балла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще немцам повезло. Жанр в кризисе качественных игр тоже нет и, похоже, не предвидится. Многопользовательская EV Online тоже не спасает ситуацию. Несмотря на массу новых возможностей, в ней обитает примерно 20 тысяч человек. А тут неожиданный космосим с качественным управлением и неплохими боями. Ну а устаревшая графика, сомнительный сюжет и некачественный интерфейс... Друзья, нам придется или закрыть на все это глаза, или надолго попрощаться с любимым жанром. Лично я прощаться не собираюсь. И отвечу на ваши вопросы по прохождению. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый вопрос. Можно купить себе новый корабль или так и придется летать на одном? И еще. Можно нанять к себе в команду пилотов, как в Космических Рейнджерах 2? Ну что же, отвечаем. Корабли покупать нельзя, и нанять вы тоже никого не сможете. Следующий вопрос. Подскажите, как искать кристаллы в системах? Чем они обозначены? Отвечаем. Системы, в которых находятся кристаллы, отмечены зеленым ромбом. Еще один вопрос. Скажите, как перемещаться в другие галактики? Отвечаем. По сюжету вам откроют координаты двух планет в новом кластере. Тогда и полетите туда. Придется выполнять сюжетные миссии. Следующий вопрос. Подскажите, как выполнить задание с контейнерами в системе Raptor? Отвечаем. Нужно подлететь к контейнерам и включить сканер. Для этого нажми на стрелку в левой части экрана, где показывается трехмерная модель. Просканировать нужны все контейнеры, пока не найдешь нужный. Хотите расслабить мозг? Тогда Red Hunter это то, что нужно. Пройдя игру до конца, вы вообще потеряете способность мыслить разумно. Пока остальные наслаждаются качественным геймплеем, глубоким нелинейным сюжетом и шикарной графикой, разработчики Red Hunter, воодушевленные двумя заветными словами «кровище и мясо», создают совершенно бездумный экшен. В отдаленном будущем журналист с суицидальными наклонностями по имени Буч Грид отправляется на некую промышленную планету, где начали неожиданно исчезать люди. Прибыв на место, он для пущей радости решает устроиться на работу в местную службу отстрела мутантов. Надо сказать, что местный сюжет не так уж и плох, в отличие от остальной игры. Творческий полет разработчиков прерывался где-то в прошлом веке. Есть точка А, есть точка Б. Расстояние между ними игроку необходимо преодолеть. Мешать этому будут толпы бестолковых врагов, помогать хаотично разбросанные заботливыми разработчиками бонусы. Вот, в общем-то, и все. Впрочем, пара особенностей все-таки наблюдается. Во-первых, нет аптечек. Вместо них загадочный препарат под названием «РУМ», который в обилии разбросан по уровням. Он не только восстанавливает здоровье, но и способен замедлить время. В официальную продажу Red Hunter поступил 13 января 2006 года. В России издательством и локализацией занимаются компании GFI и Rusabit M. Рекомендуемые системные требования. Процессор с частотой 1,8 ГГц, 512 МБ оперативный и 128 МБ видеопамяти. На жестком диске игра займет 2 ГБ. Одноклеточный геймплей разработчики решили разбавить особенностями местного физического движка. Нам дается возможность поднять и бросить куда-нибудь практически любой непривинченный полуобъект. Причем габариты роли не играют. В воздух легко взлетают и картонные коробки, и стальные контейнеры. Авторы предлагают нам швыряться этими предметами в противников. Однако урон такие броски наносит совсем небольшой. А сама процедура подъема занимает время, за которого нашего героя вполне могут успеть убить, причем не один раз. В общем, грустно и неинтересно. Тройка за геймплей. Графика также оставляет желать лучшего. Местные монстры умирают без лишнего пафоса, а люди на поверху оказываются наполненными каким-то газом красного цвета. Выглядит все это как неудавшаяся пародия на Doom 3. Тройка за внешние данные. К озвучке игры привлечены известные радиоведущие. Свою работу они делают, как всегда, качественно. Но, к сожалению, в последнее время их появление говорит о низком качестве проекта. Такое чувство, что нерадивые разработчики, понимая, какая же у них получилась ерунда, тратят остатки бюджета игры на привлечение в нее узнаваемых персонажей. Помогает, честное слово, слабо. Тройка за звук. Игра получилась откровенно слабая. Попытки авторов осовременить экшен при помощи слова моушен и якобы вменяемой физики не могут скрыть безбежно устаревший геймплей, глупый искусственный интеллект и трехкопеечную графику. Red Hunter из тех игр, которые безбожно отстали от времени и отправляются с конвейера прямиком на свалку истории. Туда им и дорога. Общая оценка игры — 3 балла. Сразу хочу предостеречь тех, кто все же отважится купить диск и установить Red Hunter на свой компьютер. Играть в экшен следует не более двух часов в сутки. И только перед сном. Иначе, боюсь, вы навсегда разочаруетесь в компьютерных играх. Чтобы этого не произошло, мы дадим вам несколько советов, которые помогут пройти Red Hunter в самые кратчайшие сроки. Вопрос. Помогите уничтожить мутанта, который порождает маленьких крабов. У меня просто не хватает на него патронов. Наш ответ. Обратите внимание, по каким углам комнаты стоят зеленые бочки. Они взрывоопасны. Подкатите их вплотную к мутанту, отойдите подальше, прицельтесь и взорвите уродца. Возможно, с первого раза ничего не получится. Тогда повторите процедуру. Трех-четырех бочек должно хватить. И еще. Не забывайте отстреливать маленьких крабов, которые лезут из главного мутанта. Вопрос. Меня постоянно убивают крысы. Они падают с потолка прямо на голову. Ну как с ними справиться? Ответ. Внимательнее изучайте вентиляционные ходы над коридорами. Некоторые люки бывают открыты. Именно из них вываливаются эти твари. Если аккуратно подойти и заранее выпустить в открытый люк очередь, то вывалится оттуда только обгоревший труп. Смотрите во второй части программы. Пара Ворлд. На дворе девятнадцатый век. Тайная научная организация занимается исследованием путешествий во времени. Через некоторое время их попытки приводят к успеху. Открыть путь в параллельный мир. Broken Sword. The Angel of Death. В первые несколько минут игры вы будете сильно удивлены динамикой происходящего. Игра просто напичкана экшен-элементами. И это безусловно плюс. Смотрите во второй части программы. Broken Sword. The Angel of Death. В первые несколько минут игры вы будете сильно удивлены динамикой происходящего. Игра просто напичкана экшен-элементами. И это безусловно плюс. Пара Ворлд. На дворе девятнадцатый век. Тайная научная организация занимается исследованием путешествий во времени. Через некоторое время их попытки приводят к успеху. Открыть путь в параллельный мир. Недавно популярный приключенческий сериал Broken Sword обзавелся четвертой частью. The Angel of Death. Главную роль вновь исполняет американский путешественник Джордж Стобарт. Знакомый нам по предыдущим играм серии. В этот раз он влюбляется в таинственную красавицу Анну Марию. И отправляется на поиски древнего артефакта. Но что интересно, все хитросплетения сюжета к счастливому финалу нас так и не приведут. После утомительных битв с драконами и древними богами Майя, Джордж Стобарт, ставший рыцарем давно забытого святого ордена, наконец-то смог насладиться обычными буднями офисного работника. Прошлым герой, сегодня неприметный служащий адвокатской конторы, который живет обычной размеренной жизнью и не ищет приключений. Но в один прекрасный день они находят его сами. Джорджу пожаловала взволнованная девушка с просьбой помочь ей спасти древние фамильные манускрипты. Недолго думая, Стобарт заявляет, что он всего лишь помощник адвоката и вряд ли будет чем-то полезен. Но не тут-то было. Следом за прекрасной незнакомкой в офис вырывается целая свора бандитов. Сюжет, надо сказать, на протяжении всей игры будет держать вас в напряжении. Такие игры, как интересные книжки, проглатываются сразу же, за один вечер. Кроме этого, разработчики из Revolution Software внесли в геймплей элементы ограничения прохождения по времени. Другими словами, некоторые миссии придется проходить буквально за считанные минуты. В официальную продажу игра поступила 15 сентября этого года. В самое ближайшее время компания Booker Entertainment обещает выпустить локализованную версию под названием «Сломанный меч. Ангел смерти». Жанр игры определен как адвенчура от третьего лица. Системные требования. Процессор с частотой 1,4 ГГц. 256 оперативной и 128 МБ видеопамяти. На жестком диске «Сломанный меч» займет 3,5 ГБ. В первые несколько минут игры вы будете сильно удивлены динамикой происходящего. Broken Sword просто напичкан экшн-элементами, и это, безусловно, плюс. Иногда, правда, темп несколько сбавляется, и игра начинает быть похожей на квест. Вы ходите 10 раз по одному и тому же месту, внимательно изучайте каждый угол и кликайте мышкой во всевозможные предметы. Но, несмотря на это, Broken Sword со своими загадками не даст вам заскучать. Тем более, что теперь у главного героя есть очень модный нынче девайс — PDA. Проще говоря, карманный компьютер. С помощью этой электронной отмычки вы будете взламывать компьютеры и добывать необходимую информацию. Кроме того, чудо-устройство будет вести дневник всех ваших приключений. Благодаря всем этим нововведениям игра не кажется однообразной и по-настоящему затягивает. Четверка с геймплей. Графика четвертой части Broken Sword, к сожалению, не дотягивает до современных стандартов. Персонажи угловаты, а текстуры явно не блещут разнообразием. Впрочем, атмосферу приключений разработчикам удалось передать отлично. Так что, несмотря на свою старомодность, графика ничуть не испортит общего впечатления от игры. Твердая четверка. Неторопливая мелодия, звучащая на протяжении игры, совершенно незаметна и только в особо опасные и волнующие моменты превращается в тревожный марш. Что касается эффектов, таких как дождь или скрипящий под ногами пол, то тут все выполнено на высоте. При наличии хороших колонок вы сможете полностью погрузиться в игровой мир. Пятерка за звук. Подводя итоги, хочется сказать, что Broken Swamp – The Angel of Death – это по-настоящему хорошая адвенчура. Тем более, что в последнее время игры такого жанра встречаются все реже и реже. Поэтому всем поклонникам непременно стоит поддержать игроделов. Тем более, что разочарованы вы точно не будете. Твердую четверку получает сегодня Broken Swamp – The Angel of Death. С общими вопросами разобрались. Давайте переходить к практике. Для начала поведаю вам о некоторых хитростях, которые очень пригодятся тем, кто только начинает играть в Broken Swamp. Предметы в инвентаре можно рассматривать, кликая по ним правой кнопкой мыши. Над некоторыми объектами на экране можно совершать разные действия, кликая на них все той же правой кнопкой мыши. И помните, в игре немало моментов, когда какое-либо действие нужно совершить в определенный момент. Например, когда один из персонажей не смотрит в вашу сторону. Вопрос. Помогите выбраться с чердака, на который забрались герои «Убегает бандитов». Анна-Мария держит дверь лифта, и я не знаю, как ей помочь. Ответ. Подоприте решетку лифта клюшкой для гольфа, которой взломали дверь кабинета Стопорта. Затем вместе с Анной выломайте вентиляционную решетку. Один Джордж с ней не справится. Затем вытаскиваете из получившейся отверстий контейнер с вентилятором. Подоприте им дверь лифта, а клюшку заберите. Она вам еще пригодится. Вопрос. Я оказался на крыше здания, в котором работает Джордж, и не знаю, куда идти дальше. Ответ. Необходимо перебраться на крышу соседнего дома. Залезайте на кран и пройдите по его стреле до самого конца. Там увидите цепь. Распутайте ее и спускайтесь обратно. Теперь необходимо подойти к самому краю крыши и дотянуться до висящей перед вами цепи. В этом Джорджу снова поможет клюшка для гольфа. Дотянувшись до цепи, стобарт, как на тарзанке, перелетит на соседнюю крышу. Но не забудьте про Анну. Поверните кран так, чтобы она могла беспрепятственно, как по мосту, перебраться к вам. Что было бы, обнаружь современные ученые кости динозавров, чьи анализы показывают, что этим останкам от силы несколько десятков лет. А как вам находка кусков горных пород, датированных многими миллионами лет и лежащих совсем не там, где им положено? Скорее всего, такие данные были бы моментально засекречены, а ученых заперли бы в бункере, набитом всяческой техникой, и подавали еду в окошечко. А если чего, то и пристрелили бы от греха подальше. В Пару Волд все почти так, но с некоторыми нюансами. На дворе 19 век. Тайная научная организация занимается исследованием путешествий во времени. Через некоторое время их попытки приводят к успеху. Открыт путь в Пару Волд, загадочный мир, где бок о бок существуют магии, динозавры и даже примитивные людские племена. Туда отправляется тройка молодых ученых, главный герой игры. Все, кто в этой жизни посмотрел хотя бы Парк Юрского периода, уже понимают, что такое вот путешествие никогда не обходится без проблем. Загадочный мир сотрясает конфликт трех примитивных национальностей. Это похожие на скандинавов Норсмен, самураи из Драгон Клан и африканцы Даст Райдерс. Продажа игра поступила 25 сентября 2006 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 3 ГГц, 1 ГБ оперативный и 256 МБ видеопамяти, а также 3,5 ГБ на жестком диске. Если вы видели хоть одну классическую стратегию, считайте, что и с геймплеем Par World уже на дружеской ноге. Здесь нет надуманных, высосанных из пальца вещей, нет жестких ограничений и бои здесь идут почти постоянно. Ну и, конечно же, в игре есть герои. Та самая троица неуемных ученых, к которым время от времени присоединяются другие персонажи. Их точно так же можно повышать в уровне и обучать специальным способностям, иногда весьма полезным. За геймплей ставим 4 балла. Обычная стратегия в параллельном мире, полном динозавров и туземцев. Графика Par World способна сразить неподготовленного человека на повал. Настолько здесь все... Нет-нет, вовсе не ужасно и отстало. С бишком как раз дела в порядке. Он с легкостью переваривает огромное число полигонов, щеголяет симпатичными спецэффектами, а каждый раз, когда надо сменить день на ночь, устраивает настоящую мини-дискотеку со светом музыкой. Но вот стиль, в котором все сделано... Художники совершенно забыли о соблюдении пропорции. В результате мы видим заросли подсолнухов высотой в половину местных деревьев. Но самое обидное — это динозавры. Они, наоборот, слишком маленькие, но скорее это придирки. За графику все равно ставим 5 баллов. С музыкой в игре все просто роскошно. Композитор у пара World очень талантливый, и его творения натурально врезаются в память, хоть по дороге на работу насвистывай. А вот про озвучку юнитов столь хороших слов уже не скажешь. Особенно обидно за динозавров. Их здесь вообще практически не слышно. Хотя и мы, и, наверное, вы, были бы не против грозного рыка, срывающего из домов крыши. Однако это не повлияет на нашу оценку за звук. 5 баллов. Пара World выглядит очень необычно и совершенно не похоже на большинство стратегий. Доисторические людские племена, бравые ученые-исследователи, оригинальный интерфейс и графическое оформление. Все это затягивает в игру, и ее реально хочется пройти. Наша общая оценка игры 5 баллов, несмотря ни на что. Как и следовало ожидать, Пара World выбивается из общей линейки собратьев по цеху. Главным образом, благодаря нетипичному игровому миру. Скорее всего, к игре надолго приклеится ярлык про динозавров. И это все, что месяца через три останется в памяти игравшего в нее человека. Но это ни в коей мере не обвинение. Игра сделана крепко и со вкусом. В ней нет ничего, что вызывало бы явное раздражение. Кроме того, Пара World может похвастать очень красивой картинкой и некоторыми интересными моментами, о которых мы сейчас вам и расскажем. Первый вопрос. Подскажите, как пройти миссию, где надо насос уничтожить? Никак не получается. Отвечаем. Сложность этого этапа в ограничении времени и в перемещении своих войск с одного острова на другой. Здесь нет каких-то особых хитростей, и все зависит от ваших способностей и скорости. Следующий вопрос. Я не понимаю, как происходит набор опыта в игре и как это влияет на уровни персонажа. Отвечаем. В этой игре есть жесткое ограничение количества воинов. У вас может быть не больше восьми бойцов третьего уровня, три воина четвертого и всего один пятого уровня. И последнее. В игре есть две необычные фишки, о которых вы можете узнать в Readme файле. Во-первых, если игра работала без тормозов, а потом резко начала ключить, просто почистите кэш. И вторая. Разработчики добавили компьютерного помощника для управления экономической или военной частью. Правда, слегка не доработали опцию и решили не включать финальную часть игры. Но в этом самом Readme файле объяснились и написали, как включить помощника. На сегодня это все. Пишите мне ваши вопросы по прохождению на адрес faqsobaka.musdfistv.ru и я обязательно отвечу. И не забывайте про форум на нашем сайте musdv.ru До скорого. Играйте, но не заигрывайтесь. С вами был Борик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok